Бумажные книги могут рассказать тысячи историй. В них герои переживают свои взлеты, победы и поражения, свои приключения. А знали ли вы, что и человек может стать живой книгой? Ведь у каждого из нас есть свои истории и жизни, которыми можно поделиться. На свежем воздухе в неформальной обстановке в Шумкенте прошла пятая живая библиотека. В этом году молодежная информационная служба Казахстана проводит ее впервые. Самые интересные живые книги собрались на одной площадке, чтобы разрушить устоявшиеся в обществе стереотипы. Цель живой библиотеки – это рушить стереотипы, которые есть в обществе. Сам формат – это когда мы приглашаем в качестве живой книги человека, который подвергается именно тому стереотипу, который он рушит. Живая книга может рассказать свои личные истории. Например, если мы говорим о волонтерстве, рушим стереотипы, то она рассказывает, с чего она начала волонтерить, почему она волонтерит и как на самом деле это происходит. Сегодня своей историей рассказывают три интереснейшие книги. Открывает живую библиотеку волонтер Батагос из Телеу. Она не побоялась рассказать о своей нелегкой судьбе. Когда-то эта уверенная в себе девушка после жуткой аварии не могла даже ходить. В сложный период реабилитации, с трудом передвигаясь, она осознала, что добрых людей и готовых прийти на помощь незнакомому человеку в Шумкенте много. И Батагос решила стать таким человеком. Я фанат баскетбола, я очень сильно любила раньше и сейчас люблю. И очень часто играла в баскетбол. И у меня был свой мяч, который… И вот это был мой первый поход в детский дом. Я одна, просто взяла рюкзак. У меня тогда, конечно, естественно, шикарных денег нет у студента. Купила килограмм барбарисов, я это шикарно помню. Потом, кто помнит, полтора литра вот эти баклажки. Юпи, юпи, такие вот, аторхун, да. Я купила ее две штуки и пошла в детский дом с своим баскетбольным мячем. И мы играли все, что можно было сыграть. Это были и выбивалы, и остальные игры, да, с мячом связывающей. И грязная, чумазая, волосы дыбом, но счастливые, понимаешь, с таким вот эмоциями, да, я домой возвращалась. И мне это жутко нравилось. Люди, которые в моем окружении, должны знать мою историю. Но мне казалось, это как будто, как это я буду говорить о себе. Это было для меня вначале очень сложно. Сегодня я говорю свою историю второй раз в жизни. Да, история очень трагичная, на самом деле, там, я не рассказала очень многие моменты в плане сложности, да. Но я не стала портить настроение, как бы, людям. Я хотела, чтобы они ушли с позитивом. Добавила, ну, таких вот моментов, казусных моментов, в то же время веселых. И в то же время ситуации, которые сделали меня. Нынешнее поколение, не могу сказать, что она жестокая или же, там, недобрая. Но все-таки пропагандировать добро, нужно не уставать. Нужно всегда пропагандировать добро, а тем более молодежи, да. Очень много таких моментов, как на работе обидели, или там, в автобусе зацепили, или там, толкнули, да. И в любом случае нужен выхлоп, выхлоп добра. И мне кажется, энтузиасты, волонтеры просто крайне необходимы нашему обществу. Почему? Потому что это не мода. Это уже как бы надобность, да, это необходимость, нужен выхлоп доброты. Я считаю, что воспитывать это в молодежи, это нужно как раз-таки сейчас. И, наверное, даже нужно было начинать вчера или позавчера, да. Еще одной книгой стал молодой граффити-райтер Азамат Халиков. Парень рассказал, как он решил стать уличным художником. Однажды на скучных лекциях по юриспруденции Азамат просто начал рисовать. Теперь это дело его жизни. В общем, сидел я на парах, и мне было так скучно, потому что всякий раз слушаете о том, в таком-то, в какую-то закону, ну, это было скучно, жутко. И я все листы, как этот тетрадный морал, с ручкой обычной шариковой. Молодой граффитист попытался разрушить стереотипы о том, что граффити – это не искусство. Из его выступления многие узнали новые слова. Например, парень признался, что раньше он был пачкуном. Это тот, кто пачкает, делает все плохо, а теперь стал райтером, то есть граффити-художником. На самом деле, бандализмом трудно назвать то, чем мы занимаемся. Просто нужно людям чаще выходить за рамки, в которых они сейчас находятся. Каждый человек живет в своих рамках. Нужно смотреть на мир не только своим взглядом, а смотреть взгляд на любого человека, что, собственно, позволяет делать живая библиотека. Не обошел стороной молодой райтер и больной на сегодняшний день тему для граффитистов города. Перекрытие керамогранита популярны среди уличных художников стены по улице Мадали Кожа. Парень на самом деле негодует, ведь эти рисунки стали достоянием Шумкента. Мне это было крайне обидно на самом деле, да, насчет того, что время это одно. С другой стороны, оно граффити само по себе временное искусство, то есть оно в любом случае перекрывается другими райтерами, либо перекрывается теми же властями. Но когда это переходит в такие крайности, когда не оставляют даже места для творчества, то есть закрывают керамоплиткой, это уже вообще перебор. Тут важен диалог властей и людей, которые занимаются теми граффити. И важно место. То есть те же мосты, они могли бы не закрывать керамоплиткой, а сделать там стены свободной от творчества, то есть выровнять эти стены, сделать их ровными, они голые плиты, как было до этого, да, и впоследствии дать волю творчеству. Уже после первых двух книг зрители делятся только положительными впечатлениями. Я сама являюсь волонтером, я узнала очень много нового про волонтерство, как люди вообще приходят в волонтерство, какие стереотипы про волонтеров есть. А я считаю, что нужно приходить и послушать. Это, во-первых, расширяет кругозор в общем, в целом, так как, например, сегодня я узнала очень много про волонтерство и граффити. Я раньше не знала этого, я считаю, что это очень полезно для молодежи. Последняя, но не менее интересная книга затронула тему предпринимательства, но не обычного, а социального. Арман Гушкинбаев – социальный предприниматель. Благодаря своей активной деятельности парень создал социальное кафе, которое за счет самообеспечения помогает нуждающимся людям. Парень уверен, бизнес – это не только погоня за наживой. В России, мы уже знаем, что сто лет назад уже были примеры социального предпринимательства. Например, сто лет назад был Дома Милосердия, где давали работу инвалидам, вдовам, сиротам. Такие дома сначала открылись в одном городе, и потом вообще по всей России распространились. И они делали просто мелкие вещи, скалку, прищепки, из дерева разные мелкие вещи. Тем самым сам дом существовал, они могли жить и зарабатывать. Существуют предрассудки, стереотипы о том, что бизнес – это только бизнес, это только нажива и погоня за деньгами. Но на самом деле есть еще другой выход, другая перспектива – это социальное предпринимательство. Это сейчас тренд вообще по всему миру. Последние действия – это особенно сильно развивается. Вот социальное предпринимательство, на самом деле, это решение социальных проблем. Но при условии, что ваше предприятие, оно на самообеспечении, не зависит от спонсоров, оно устойчиво, финансово устойчивое предприятие. Но при этом главная его цель – не самообогащение, а решение социальных проблем. Чтобы не стать просто зависимыми от спонсоров и только зависит, когда спонсоры пожертвуют от их настроения или от их возможностей, быть при этом финансово устойчивым, стабильным и продолжать делать свое доброе дело. Встретить столько интересных людей в одном месте на самом деле сложно. Максимально затронуть различные темы и проблемы общества и молодежной жизни как раз старается живая библиотека. Это интересно и полезно. Стать живой книгой можете и вы. Если вам есть чем поделиться, о чем рассказать, обращайтесь в группы молодежной информационной службы ВКонтакте или Инстаграме. Продолжение следует...